Выбираем победителя. Надеюсь, у нас все будет без проблем. 76 комментариев, всего 76 комментариев. Главное, чтобы у вас были деньги на это приобретение. Да, известно два вида изготовления монеты. Это литье денег и чеканка. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Поговорим сегодня о нумизматике и о том, что сейчас происходит на рынке монет. Начну я с того, что я показывал несколько лотов, которые недавно торговались на Виолите. И давайте посмотрим. Ни один из лотов не был продан. Во-первых, у нас довольно интересный лот Тетра Драхма. Сейчас по ней скажу. Кстати, в конце видео вы увидите интересные фрагменты и информацию из лекций о том, как производятся такие монеты. Так что, если интересно, досмотрите до конца. Итак, вот такой вот лот, довольно интересный Тетра Драхма. Я показывал, какие у меня есть в коллекции. Не набрал резервной цены. На него стоит резервная цена 58 тысяч гривен. Как видим, на торгах эта монетка набрала 50 тысяч. В целом, я показывал, какое состояние этой монеты в комментариях. Можете в прошлом видео посмотреть. Действительно, это просто музейный экспонат. Для тех, кто хочет попроще такую монету и интересные монеты с совами. Вот, кстати, рекомендуется моя монетка, на которой у меня стоит тоже резерв. Но я подумал, что зачем его оставлять, если у меня Тетра Драхма такая есть. И, в принципе, я готов сейчас снять резерв. Если вы хотите эту монету к себе в коллекцию, и она будет вас радовать, будет, например, первой вашей монетой Тетра Драхма. С радостью продам вам эту монету. Принимайте участие в торгах. Прямо сейчас я отключу резерв на этой монете. Как же убрать резерв с моего лота? Кстати, сейчас, да, видно резерв на Орден Великой Отечественной войны в отличном состоянии. Мы почти добрались до этой цифры, но я думаю, небольшой резерв, скорее всего, преодолеют. Значит, по Тетра Драхме у меня стоит 5700. По поводу цены сейчас даже меньше, чем у меня было в прошлый раз. Потому что бывает, когда несколько покупателей начинают соревноваться, по одной гривне добавлять. Конечно же, азарт берет свое, и лоты могут продаваться гораздо дороже. Это такой маленький секрет по поводу Виолика. Особенно, если лот какой-то интересный или вот такой вот старинный монет. Значит, как удалить резерв? Ставим такую на корзинку. Нам предлагают, хотите удалить резервную цену? Мы ее удаляем. И сейчас мы видим, что на данном лоте нет резерва. Так что, если вам интересно, поучаствуйте в торгах. Монетка моя была первая Тетра Драхма. Я говорил, что у меня уже есть другая Тетра Драхма. Так что эту я отпускаю в свободное плавание. Давайте вернемся к теме обсуждения монет и рынка монет. Вот такой был интересный неполный альбом монет Украины. Кто смотрел прошлое видео, посмотрели, какие монетки там были в описании. Довольно редкие. И английский чекан, и полные наборы 10 копеек. И порошковая гривна 92-го года. Но что мы видим? Видим, что данный лот не набрал резервной цены. И по данной цене его никто не приобрел. На самом деле, конечно же, большинство коллекционеров уже имеют какие-то монеты. Например, даже у меня есть довольно редкие, интересные монеты. Можете посмотреть. Это и 15 копеек, и шаги. И другие монеты из этой коллекции более редкие года. И мне, например, нет смысла торговаться за полный набор данных монет. Потому что фактически мне нужно только закрыть определенный год. Поэтому нацеленность данного набора довольно сложно продать его полностью. Возможно, по единичным монетам было бы удобнее для некоторых коллекционеров. Так что видим, что монеты появляются, наборы появляются сейчас в кризис. Люди выходят в кэш. Но, как я говорил ранее, это отличная возможность для вас, как коллекционеров, прикупить себе что-то интересное. Какой-то коллекционный материал, который просто-напросто не в кризис. Не продается, он лежит, дорожает. А сейчас есть возможность отслеживать на Виолити те лоты, которые вам интересны по ключевым словам. И, соответственно, приобретать то, что вам интересно. Главное, чтобы у вас были деньги на это приобретение. Так, друзья. Кстати, я проводил конкурс в этом видео. Кто угадает, по какой цене будет продан этот альбом, получит от меня 100 гривен на счет на Виолити. Друзья, я также предусмотрел такой вариант, что лот не будет продан, не будет достигнута резервная цена. И тогда я разыграю среди всех, кто написал комментарий. Сейчас я проведу этот розыгрыш. И потом мы перейдем к небольшой лекции по монетам. По монете Тетрадрахма. Вы увидите, как же они чеканились. Так что, если интересно, смотрите сейчас розыгрыш и досмотрите до конца. Соединяйтесь. Ребята, кто из какого города, пишите. Что мы видим? Набор не был продан. А это значит, что все комментарии участвуют в розыгрыше. И я разыграю 100 гривен на счет Виолити, который вам пополнил ваш кошелек. Чтобы вы смогли выставлять свои лоты, торговаться. Это надолго хватит, потому что стоимость участия в торгах всего одна копейка. Так что этих 100 гривен хватит очень-очень надолго. Для того, чтобы и разыграть, что мы делаем? Мы берем ссылочку на наше видео, в котором вы писали комментарии. Вставляем его в специальный сервис, который анализирует, собственно, эти все комментарии. И выбираем победителя. Надеюсь, у нас все будет без проблем. 76 комментариев всего. 76 комментариев. Но кто-то из них получит подарочек. Ну что, нажимаем «Мне повезет». Анализируются комментарии. Довольно быстро, кстати, потому что их не так много. И у нас участник, который написал, что данный набор будет... А, он, к сожалению, список подписок скрыт. Данный победитель не победит, потому что мы не понимаем, он подписан на мой канал или нет. Мы сейчас делаем перерозыгрыш. Пожалуйста, ребята, проверяйте, чтобы можно проверить список подписок. Делаем еще раз. Для этого условия, чтобы быть подписчиком моего канала, мы видим, что тут список подписок скрыт. Что такое? Поговорим про монеты, наверное, написано, да? Давайте дальше. Ребята, у нас уже добавилось людей. Делаем еще раз. Давайте и тут список подписок скрыт. Что такое? Ну, видимо, 100 гривен никуда не отправлять. Потому что, вот, никто не угадал, да? А 100 гривен кому-то хочется отправить. Так, давайте еще раз попробуем. Следующий участник. И это победитель, друзья. У нас человек написал, что будет продано за 80 тысяч гривен. На самом деле он даже не продался и за 40. Это значит, что, Андрей, я поздравляю тебя. У тебя есть подписка на мой канал. Ты получаешь 100 гривен на свой счет на Виолете от меня. Напиши, пожалуйста, мне в Telegram или под постом в сообществе. Свои контакты, свой никнейм для связи. И я начислю тебе 100 гривен на счет на аукционе. Ну что ж, вот такой вот был у нас интересный лот. К сожалению, видите, он мне продался. Дороговато. 41 тысяча гривен. Конечно, я бы оценивал его немножко дешевле. Но там торги так шли активно. Давайте тогда я сделаю видеоролик на эту тему. Сегодня, надеюсь, он у нас выйдет. И этот эфир будем завершать. Спасибо всем, кто пришел. Поздравляем победителя, который получает 100 гривен на свой счет. И за это подписывайтесь на канал, чтобы выигрывать в других конкурсах. А теперь перейдем просто к потрясающей лекции про монету античности. Друзья, посмотрите. Очень интересно. Прикрепляю дальше видео. Кто были первые монетных дел мастера? Это, очевидно, были кузнецы. Люди, которые привыкли иметь дело с металлом в разных его видах. А что касается... Ну, да, известно два вида изготовления монеты. Это литье денег и чеканка. Наиболее распространенный и наиболее древний вид изготовления – это чеканка денег. Литье употреблялось в тех случаях, когда ценность денежного металла, монетного металла была слишком мала. И поэтому деньги получались очень крупными. И их чеканить было технически невозможно или, по крайней мере, очень трудно. Я вам напомню, если вы интересуетесь историей монетного дела России. В России в 18 веке несколько раз предпринимались попытки выпустить рублевую монету. То прямоугольной формы металлическую плиту весом ровно в килограмм, то круглую. И эти попытки не заладились. Технологии, что называется, не позволили. Подвели. Поэтому в таких случаях гораздо удобнее литые деньги. Поэтому предпочтение в античном мире отдавали чеканке. Если мы успеем о литых деньгах античного мира, мы поговорим попозже. Что для этого нужно? Нужны, в общем-то, вещи незамысловатые. Нужно, во-первых, неподвижное основание. Таким явно служила кузнечная наковальня. Вот, попробуем. Извините, художественными талантами не обладаю, поэтому картинка будет, что называется, не очень пока. Неподвижное основание, на котором укрепляли такой металлический цилиндр. Естественно, все это изготавливалось. В данном случае отливалось вручную, а потом обрабатывалось, доводилось до кондиции. Вот, на торце этого цилиндра вырезалось изображение, углубленное, конечно, причем негативное, чтобы на оттиске получился позитив. Это нижний, более древний штемпель монеты. Дальше. Необходимо было изготовить заготовку для монеты. Монетный кружок. Но кружок мы называем условно. Это сейчас монеты правильной круглой формы. Хотя бывают и исключения в других странах, экзотические. Вот. В античности кружок этот отливали вручную, и он имел не совсем круглую форму, что называется. Иногда бобообразную, иногда овальную. Ну, в общем, как говорится, что выросло, то выросло. Кружки эти отливали в специальных формах. Ну, технологий тут тоже было несколько. Но одна из них была такой. Вот, представьте себе плоские металлические ящичи. С бортиками. Ну, типа того, что для цветочной рассады употребляется, допустим. Или для рассады огородных кульфов. Вот. И этот ящик набивают формовочной глиной, как я не так давно узнал, что среди ювелирована до сих пор в дефиците. И каким-нибудь круглым предметом, ну, скажем, палкой круглой в сечении, в этом, в этой глине делают оттиски нужной глубины, ну, и нужное количество. Все их рисовать не будут и так далее, так называются. И эти оттиски соединяют между собой канавками, процарапывают их в глине. Затем, в плавильном тигле плавят металл, и, как вы кофе разливаете из турки, из кофеварки, наливают сюда, в эти углубления, наливают в крайние, и потом, пока металл горячий и жидкий, ящичек наклоняют в нужную сторону, металл растекается по всем этим углублениям и застывает. После этого вы вытряхиваете это хозяйство из ящика и обрубаете эти литники, так называемые. Вот на некоторых монетах следы таких обрубов отчетливо видны. Надеюсь, мы с вами в этом убедимся, когда вы будете держать в руках реальный нумизматический материал, настоящие античные монеты. Вот. И монетная заготовка готова. Что надо делать дальше? Для того, чтобы антиканить монету, нужен еще молоток, причем молоток монетного мастера весил примерно 5 килограммов. Представляете, 5-килограммовый гантель, и попробуйте помахать такой гантелью целый рабочий день. Вот. И нужен верхний штемпель. Первоначал, да, был он приблизительно такой формы, тоже цилиндрический, верхний край был таким спошенным, чтобы расплющивался помедленнее. А на торце тоже вырезалось изображение. И тоже негативное. Вот. Он мог быть по размеру и поуже, но... Или по размеру самого штемпеля. В глубокой древности существовал только нижний штемпель, в начале процесса чеканки монеты. Вот. А роль верхнего, верхний заменялся просто металлическим прутом или связкой прутья. И дальше. Работали два человека, мастер и подмастерие. Берется монетный кружок, подмастерие хватает у клеща, хватает его клещами, сует в огонь кузнечного горна, нагревает до большей пластичности. И как только кружок разобрет, он бросает его на нижний штемпель. Мастер, прижимая верхним штемпелем, или тем, кто играет роль верхнего штемпеля, бьет молотком, поднимает штемпель, монета слетает. Весь процесс чеканки монеты занимал примерно 3 секунды. В зависимости от сноровки. Можно было и быстрее. И одной парой штемпелей, вот таких, можно было изготовить несколько тысяч монет. От 5 до 8 тысяч, как почитали современные ученые. То есть не так мало, правда? Вот. Но, вернемся к нашему методу, к чему я все это рассказываю. В процессе работы штемпель изнашивается. Причем верхний штемпель, по которому нещадно лупят молотком, изнашивается быстрее, чем нижний. В 3-4 раза. И когда верхний штемпель уже совсем износился, нижний еще годит для работы. Верхний заменяют, нижний остается. Дальше. Еще один верхний заменили. Потом приходит очередь нижнего штемпеля. И так далее. Но степень износа штемпеля отражается на самой монете. Это понятно, да? То есть, у монеты, изготовленной той же парой штемпелей позже, очертания более расплывчатые, чем на том штемпеле, когда он был, чем сделанный тем штемпелем, который был еще новеньким. Это понятно, да? То есть, по степени износа штемпелей можно установить, какая монета была отчеканена раньше, а какая позже. Установить относительную хронологию. И если на абсолютной шкале времени, привычной нам, годы до нашей эры, годы нашей эры, удается найти хронологическую зацепку, то есть, прицепить эту относительную хронологию к абсолютной, мы получаем датировку монеты, сделанную с помощью метода сочинения штемпелей. Это понятно? Понятно. С этим методом тесно связан метод анализа состава кладов. Ну, слово «клад» мы с раннего детства из сказок с вами знаем, да? И существует великое множество историй, скажем, о том, как дьявол подменил клад продавшего ему душу человека, вот, заменив золотые червонцы черепками, осяними листьями и так далее. Вот эти рассказы о подмене тоже возникли не случайно, потому что в подавляющем большинстве случаев клад разочаровал бы того, кто его нашел. Очень редкими являются клады золотых монет, золото-металл инертный, и свеженькое, свеженайденное золото выглядит как новенькое. Вот. Что касается серебра, то тут сложнее, потому что серебро покрывается окисью, чернеет со временем, хотя это тоже благородный металл, а меди, и тем более железе, уже и говорить не о чем. Спасибо, кто посмотрел это видео. Лекции будут по ссылочке в описании. Также подпишитесь на мой канал, кто не подписан, и поставьте лайк. Друзья, на канале очень много интересных, полезных видео. Вот я сейчас вам показываю. Поддержите их лайком. Ну что ж, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok